Если представить, что рынки сейчас падают на 50%, то есть обновляют минимальные значения, то в этом случае жадность, стремление, желание людей, приученных к тому, что какая бы коррекция на рынке не произошла, она будет выкуплена, что в принципе предоставить деньги, снова напечатают. Вот эта философия, она присутствует. И если мы говорим о людях менее осознанных, о людях, которые обладают небольшими капиталами, я это вижу, то есть люди, которые вообще в принципе никогда даже с рынком не были связаны. Мы одновременно видим, что процентные ставки во всем мире не упали, они упали очень существенно, там практически в нулевые значения. Доходность государственных надежных государств, облигации, надежные государства в Америке составляют там 0,5-0,6 процентов на десятилетнем промежутке времени. Доходность облигаций в Германии имеет отрицательную доходность. Доходность облигаций Греции, которая практически в дефолте никогда не расплатится по своим долгам, всего лишь каких-то несчастных 2 процента. И в этом случае получается, что доходности нет, а к слову вообще никакой. Риски инфляции, они по-прежнему сохраняют свои деньги от инфляции, как-то защищать надо. И получается, что люди, в принципе, они вот сейчас по сантименту, сталкиваются два конфликтующих события. Если человек хочет надежности, он ее нигде не может получить, он ее нигде не может найти. То есть инструменты с фиксированным доходом, если они надежные, они имеют около нулевую доходность, если не отрицательную. Инструменты, которые имеют хоть какую-то доходность, хотя бы сопоставимую с прогнозируемым уровнем инфляции, ее можно получить или купить облигации, но с низким кредитным качеством, заранее иметь риск, связанный с тем, что эмитент этой облигации с тобой не расплатится. Что тот, кто у тебя берет в долг под такой процент, он просто не расплатится. Это первый вариант. Туда инвестируй. Или купить акции, которые хотя бы в своей дивидендной доходности имеют какой-то значительный потенциал для роста. То есть получается, что вот люди, которые узко мыслят, которые не смотрят широко на то, что происходит в мире, они получаются, попадают, ну то есть зажимаются между молотом и накованием. С одной стороны, они не могут в консервативных инструментах получить сопоставимую нормальную, ну нормальную в понимании, когда человек говорит, окей, я понес деньги на депозит в банке, там условно депозит 10 процентов, да, инфляция там, ну пускай реальная инфляция 11-12 процентов, ну бог да и с ним 1-2 процента, ничего страшного, если что я эти деньги могу со своего активного дохода добросить. Но когда человек понимает, что условно ожидаемая инфляция может составить 2-3 процента, а с учетом того объема денег, который печатается, это вполне может быть. Ты отнести эти деньги никуда не можешь. Ты можешь отнести их в лучшем случае получить более или менее надежную доходность всего лишь 0,5, в 4 раза меньше инфляции. То есть твои деньги начинают мгновенно просто гореть в руках, сгорать, и в этом случае у тебя получается, что у тебя выбор какой, блин, ты просто придешь на рынок и вложишься, и тебе уже 2 раза дали попробовать, тебе один раз дали попробовать, как это работает, чтобы ты хотя бы обратил на это внимание в конце 18-го, начале 19-го года, когда люди такие опаньки, да, знаете, вот в бане начали разговаривать, мужики когда в баню ходят, да, а я вот акции купил там на падение Apple, заработал 40 процентов долларов за один квартал, круто. Потом происходит 2020 год, буквально там через, через один год происходит некое событие, акции опять падают, и здесь уже получается ребята, которые сидели в этой бане, смекнули и тоже попробовали. И тоже ребята, они получили за полтора-два месяца, получили профит там, те же самые 30-40 процентов долларов. И представьте себе, вот вы этим ребятам некомпетентным, которые там металлургией занимаются, ну реально производством каким-то, да, то есть просто получают зарплату, то есть они вообще не понимают движения финансовых потоков, да, вы берете им еще раз, через 6-8 месяцев решили усуете коррекцию в 30-40 процентов, то эти люди будут делать. При этом у них пружина-то сжимается, вы их еще и сверху поддавливаете тем, что в надежных инструментах вы вообще никакой доходности не получите, инфляция будет это сжигать. Просто все, что я дальше буду говорить, я хочу, чтобы вы понимали, что вот эта вот коррекция, вот это вот, то, что происходит сейчас, это не ковиды, это не ОПЕК и Россия дурная, да, то есть все, на мой взгляд, да, на мой взгляд, все сводится к тому, что есть профит, есть прибыль, которую нужно забрать. Чтобы ее забрать, нужно сформировать спрос. За счет чего вы можете сформировать спрос? С одной стороны, вы не должны дать людям альтернативной доходности у меня, мы по сравнению с прошлыми периодами, но вы должны показать, что есть риск инфляции, печатая деньги. И третье, вы должны убедить абсолютно людей в том, что если даже что-то произойдет, то в любом случае деньги получите. То есть рынок будет выкуплен. И сейчас получается вот плавненько, плавно к этому приучают, да, то есть такие паттерны неосознанно, подсознательно, да, они формируются, а люди вообще этого ничего не осознают. То есть я, ну честно скажу вам, да, люди, строители. Вот он всю жизнь, он 20 лет занимается строительством. Приходит ко мне и говорит, хочу все, хочу открыть брокерский счет. 10 лет у него автосалон в Питере, да, он всегда занимается поддерживаемыми автомобилями, покупает, продает. Этот человек звонит ко мне и говорит, Максим, давай покупай, сформируй мне инвестиционный портфель, я готов тебе денег заплатить. При этом аргументы из разряда подожди, не все, еще будет время, чтобы купить все по поле привлекательной цене, не работает, потому что вокруг, говорит, да у меня люди просто ходят на ровном месте, там бабки зарабатывают, а я сижу там, имея такого консультанта в твоем лице, ничего не зарабатываю. Что вообще происходит-то? И все равно инвестируют. И поэтому получается, что вот эта вот история, да, она очень такая опасная, да, но если опять-таки посмотреть глубже, произошел ли деливерс экономики? Нет, не произошел. На этих напечатанных деньгах стоимость активов, реальных активов, летела в космос. Соответственно, что сейчас, сейчас нужно это продать, и после этого все обрушит. Вот представьте себе, у людей есть прибыль по акциям, по отдельным акциям, которые там еще в нулевых годах покупали, там Амазон, Айпл, да, то есть они заработали 800%, то есть каждый доллар у них превратился в 8 долларов. Понетизировать этот свой доход, продав людям вот этот вот актив за 8 долларов, и сохранить покупательскую способность в 8 долларов, а потом обрушить весь рынок на 80% и снова купить. Вы купите все то же самое, но только у вас теперь всего того же самого будет в 8 раз больше. Понятно математика или нет? Люди, которые получили прибыль на длинном промежутке времени, 20-летнем, да, если они сейчас смогут выйти из активов и сохранить покупательскую способность своих активов, то в случае коррекции рынка на 80%, они смогут получить активов в абсолютном выражении в 8 раз больше. И здесь стоит вопрос инфляции, мы еще про это поговорим. Когда будет инфляция, активы все равно будут терять в цене. То есть когда у людей не будет на что купить еду, они будут продавать акции, которые купили дорого, да, просто по одной простой причине, им надо будет на что-то покупать хлеб, молоко и яйца. И они будут свои акции отдавать за бесценок. И обесцененные эти акции будут гораздо больше, чем инфляция. Еще раз, только почитайте историю про Веймерскую республику. Хорошая статья была лет 5 назад в Коммерсанте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова